В этом году на конкурс «Самый уютный дворик» подано 15 заявок. Было 6 городских претендентов на победу и 9 сельских. На каждый двор участники составили портфолио. Тем не менее, комиссия лично объехала предложенные адреса. Люди, которые проживают на этих территориях, в этих двориках, самоотверженно относятся к своим дворам. Очень интересные, очень красивые. Это и цветники, и фасады, и красивые аншлаги, и озеленения, и малые формы. Ну, это образцы для нашего города. Безоговорочная победа у жителей многоквартирного дома по улице Маяковского, 80. Второе место присудили хозяйки частного домовладения Светлане Пасечниковой. Ее уютный дворик расположен в селе Супсех на Цветочной, 3. Бронза досталась участникам из Витязева. Жителям двора по улице Школьная, 23. Первое место на благоустройство двора – 130 тысяч рублей. Второе место – 110, и третье место – 100 тысяч на благоустройство двора. А еще есть маленькая премия участникам. Завершенный муниципальный этап конкурса «Лучший орган ТОС». Заявки подали 53 квартальных и домовых комитетов, 7 городских и 46 сельских. Бюджет конкурса – 600 тысяч рублей. Премии победители расходуют на общественно полезные дела. Конечно, участники готовятся к этому конкурсу и показывают нам прекрасную работу и по патриотическому воспитанию с молодежью на своих территориях, и благоустройство показывают. И, конечно, нас еще интересует то, куда потратятся бюджетные средства, какие у них планы, что они планируют на будущее, куда потратить эти средства бюджетные, которые они выиграют. Мы просматриваем, мы смотрим, где-то нужно сквер сделать, где-то нужно памятник установить, где-то хотят детскую площадку, спортивную площадку установить. Это тоже приятно очень, и мы прислушиваемся к этому. Определено 9 призовых мест среди победителей – общественники из Анапского, Приморского и Джигинского округов. Их имена прозвучат на главной сцене Анапы в День города.